Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, очи насерги, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 17 ноября. Память преподобного Лазаря Песца. Преподобный Лазарь жил в Константинополе и с молодых лет посвятил себя иноческим подвигам. Из млада он проводил суровую жизнь, постоянно пребывая в посте и молитве. Но преимущественно он упражнялся в делах милосердия, питая алчущих и одевая ноги. За свою подвижническую и благочестивую жизнь преподобный был удостоен священнического сана. Это было в царствовании византийского императора Феофила. При Феофиле же преподобный Лазарь претерпел и мучения за свою ревность в иконопочитании. Посвятив себя служению Богу, Лазарь изучил иконописное искусство и ревностно занимался писанием честных икон во славу Бога, при чистой его матери и всех святых его. Феофиле же был иконоборец. Всех почитателей святых икон он подвергал гонениям, а иконописцев заставлял плевать на иконы и попирать их ногами. Преподобный Лазарь, как иконописец, был схвачен и подвергнут испытанию в вере. Но напрасно старались склонить его к иконоборческому зловерию, прибегая то к льстивым увещаниям, то к угрозам. Лазарь оставался непреклонным. Тогда стали немилосердно бить его, а потом ввергли в темницу. Но и в темнице святый муж продолжал писать иконы. Тогда беззаконный мучитель повелел прижигать пальцы святого раскаленными плитами железа, чтобы отнять у него всякую способность писать иконы. При этом преподобному Лазарю угрожала даже смерть. И только с трудом жизнь его была спасена заступничеством благочестивой царицы Феодоры. Царица Феодора известна в истории своими заслугами в пользу православия. Когда по смерти Феофила царица за малолетством сына своего Михаила сделалась управительницей империи, то она восстановила иконопочитание. Столицы и иконы с особенной торжественностью были поставлены на свое место для поклонения в первое воскресенье Великого Поста. День этот назван Днем Торжества Православия и ежегодно воспоминается церковью. Выпущенный на свободу преподобный Лазарь нашел убежище в церкви святого Иоанна Крестителя и там написал икону, которая быстро приобрела славу чудотворной. Когда же Феофил скончался, преподобный уже беспрепятственно занимался писанием святых икон. При этом святой нисколько не помнил зла, но даже молился за своего мучителя. В царствовании императора Михаила III, сына Феофила и Феодоры, преподобный Лазарь участвовал в числе посольства, отправлено к римскому папе Венедикту III и на возвратном пути из Рима скончался. Император Михаил III, 842-877 год. Папа Венедик III, 856-858 год. Честные останки его были перенесены в Константинополь и здесь погребены в церкви святого Евандра. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова